Космические направляющие для прочной и надёжной установки противней. Тем более мы никогда не обожжёмся. Нас защитит от перегрева трёхслойное стекло. Понимаете, говорю про него, как про космический корабль. Это что-то невероятное. О, Самсунг. Закрываем. Очень простое в обращении. Очень простое в обращении. Это Зара говорит. Закрыли. Всё. Работает. Даже сама включила. Именно такой режим ставим. Ну, давайте выводим менять. Я знаю, что здесь можно готовить сразу два блюда. Пока просто поставим. Она сама режим выбирает. Вот она что. Ах, она сама режим. Автоматически. Да, смотря сколько градусов мы ставим. Ах, всё. А больше ничего не будем ставить? Потому что можно сразу два блюда готовить в этой духовой. И запахи не будут смешиваться. У нас же салатик. А у нас салатик. Ну, извините, салатик. Другой раз. Пойду мешать Димке. Давайте. Дим. А, спасибо. Он меня всё время пугает. Дим, расскажи мне, а что было до Кузнечика? Где ты родился? Где твоя родина? Знаешь, у меня семья, мама с папой родились в городе Тбилиси. Родились, выросли, провели там всю юность. Так. Даже мой старший брат родился в Грузии, в городе Боржоми, на 6 лет старше. А потом как-то, поскольку папа был в том числе и военнослужащий, но всю жизнь связан со спортом. Его перевели в Москву. Хорошо, в том числе и военнослужащие, связанные со спортом. Это что значит? Ну, потому что если ты пограничник, ты служишь МВД. Да. А при этом если ты спортсмен, выключи, пожалуйста, сковородку. Раньше её поставил, чем нужно. Вот. Их перевели, то есть папу перевели в Москву, естественно, они переехали сюда. И я родился здесь 46 лет назад, представляешь? То есть ты москвич? Да, я первый в моей семье москвич. Это хорошо. Я первый в моей семье москвич? Да. Как профессионально ты лепишь котлеты? Ну нет, не профессионально. Если бы была Мария Ивановна или моя жена, у них это так ещё по форме красиво получается. У меня пока так... Нормально. Как снежки. Да, мне нравятся такие, они полукругленькие, такие, необязательные. Здесь всё-таки в котлетах главное содержание, не главная форма. Согласен, да. Так что котлеты для слепых. Мужчины, а как включаются? Эй, я бегу, Зар! Извините, пожалуйста. Зар, смотри. Это же легко. Это тоже очень просто делать, потому что... А-а-а-а. А-а-а-а, Самсунг, понимаешь. Так, Дима. Я, Дима. В детстве был спорт. Да, я с детства как-то... А папа чем занимался? Какой вид спорта? Папа пятибурец. Сначала плавал в Грузии, очень хорошо плавал, а потом пятибуре такой вот сложный. Такой, да, это сложный вид спорта. Много чего. Собственно говоря, вот так получилось, что он мне научил плавать спортивными стилями, на лошади я сижу с четырёх лет. А потом пошла всякая фигня. Всякая фигня это восточное единоборство. О-о-о. Димка, а ты легко скочишься с людьми? Очень тяжело. Спасибо. А какой такой секрет Зара знает, что она нашла к тебе ключик, подход? А, и там секрета нет никакого. Никакого. Просто она такой человек. Она настоящая. На нашей эстраде, я прошу прощения, может кто там, кому-то станет жалко, людей такого возраста, молодого, извините, которые могли бы исполнять серьёзных авторов, которые писали когда-то много-много лет назад, их просто практически нет. Нет, не просто практически их нет. Да, чтобы петь эти песни, нужно иметь что-то за душой. Кроме там голоса, допустим, или внешности. Зара имеет, слава Богу. И это вот большое человеческое спасибо папе с мамой и Господу Богу. Дима, спасибо огромное. Спасибо. Ну, представляете, как мне, молодой артистке, повезло вообще познакомиться с Дмитрием, потому что я его боялась, честно скажу. Правильно. Сам я его сам боюсь. Я тоже справа боюсь. Я была на нескольких спектаклях. А что ты, Зара, скажи мне, а что ты слышала такого страшного о Диме? Ну, на него посмотришь вот так вот и чувствуешь, что... Подонок. Ну, ладно, что у него... Никак, скажу. А что, посмотри, у него, смотри, у него глазки домиком такие, понимаешь, жалко, взроски-то. Ушки, ушки. У меня, ну, как бы говорили, вот он строгий, он не захочет с тобой петь. А я потом знала, что он настоящий с людьми, с которыми он хорошо относится. Вот если ты близко с ним знаком, то он совсем другой, не такой, как вот он с журналистами. Ну, надо успеть близко познакомиться, надо все-таки с ним поговорить, пообщаться. Он может не дать шанса просто это сделать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И я восхищаюсь, конечно. Дима! Димочка, спасибо! Я ничего не слышал. Дима! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ